Всем привет, с вами Дарья Эдра и мы продолжаем играть в The Long Dark Winter Mute, эпизод номер 2. И наше текущее задание это... Нам нужно научиться с тобой выравливать, выравливать, обязательно. В первую очередь нам нужно с тобой научиться выговаривать правильно слова, а потом уже приступать к заданиям в игре. Так вот, главное у нас сейчас задание. По сюжетке напоминаю тебе, хотя очень странно. Это мы должны с тобой выловить рыбу, как я понимаю, на 5 кг. Ёб твою мать, сколько там сидеть придется, я не знаю. И, значит, поместить рыбу в контейнер. Сперва нам нужно вообще найти удочку, точнее леску и крючок. Ну, сделать мы сможем это в домике типа Турбаза, или как там называется, да? Вот, на загадочном озере, как я называю это канадский домик. Блин, там уже темно, хер мы куда пойдем, да? Понятно. Вот. А уже, 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 вот. Оттуда мы с тобой отправимся ловить рыбу, только как-нибудь так, чтобы нас не сожжали волки. Потому что волков там до хрена, и мне понадобится обязательно сигнальная ракета. Я хотела бы посмотреть, что у меня по здоровью. Я хочу посмотреть, дай мне посмотреть. По здоровью у меня никаких болезней нет. По одежде. Давай посмотрим, может быть мы что-то сможем выбрать. Вообще, что лучше, эти или эти? Может мы пока сможем починить себе что-то. У меня вон брючки какие-то не такие. А где моя шапка? Мне сажали шапку? Какого хрена? Мне нужна шапка. У меня нет второй шапки, представляешь? Нужно, короче, обзавестись еще одной шапкой. Напомни мне, пожалуйста, когда придет время обзавестись этой шапкой, когда мы с тобой ее видим. Я столько шапок покидала, ты же знаешь, мне столько шапок предлагали. Это ужас. Так, куртка 95, нормально. 97, 98, 99. Когда я успеваю все это делать? Варюшки. Варюшки. О, давай-ка починим. Почему бы и нет? Мне это сделать ничего не мешает. На самом деле, я чувствую, что подготавливают нас в полной жести, типа отправляйся на одинокую топь и выживи там, не знаю, 10 лет. Что-нибудь такое почти. Ну, это почти нереально. Я думаю, это вообще нереально. Выжить в одинокой топе. Долго выживать. Нет, ну, реально, конечно, для игроков профи. Но мы с тобой, с учетом того, как мы играем. Нет, с волками тоже, нет, мы не справимся. К сожалению, все стало сложнее для меня в этой жизни. Вот, ну, ничего, мы справимся. Блин, я просто не хочу ложиться спать только потому, что я на самом деле просто если лягу спать, я... Потом мне придется пожрать, а еды у меня нет. Ты можешь заметить, еды у нас с тобой нет. А мы не можем крючок? Мы самостоятельно его можем сделать. Без станка. Ну, ладно. Ну, повязку можем сделать. Вот мы сейчас ее и будем делать. И, кстати, я хочу посмотреть, что, короче, будет легче. Из-за мха повязка. Или вот обычная. Труд у меня есть. Чертежи и леска, и крючок у меня все это есть. Я могу металлолом, если у меня есть металлолом, высушенные кишки тратить на леску. Ну, это же бред просто. Ну, вот я, правильно, я вот буду сушить несколько часов, собственно, кишки, чтобы потом сделать из этого леску. Боже мой. Ладно. У нас есть, кстати, персонаж Джерми. О чем мне дает доверие? Не написано. А что тебе надо? Джерми, можете идти чудом? Давай посмотрим. Доверие. Ну, давай дальше. Так, палка, ткань, повязка из старого висящего мха, свинина с фасолью. Я же тебе давала. Свежая шкура кролика или оленя. Вот мы тебе и отдадим, когда пойдем на охоту, кстати говоря. Давай мы ему отдадим ткань, палку и свежую свинину с фасолью. Почему бы нет? Мы себе пожрать... О! И повязку. Нет, свинину я уже себе оставлю, уж прости. Чувак, я не могу так поступить. И чё? И он мне доверяет больше. Но это замечательно, конечно. Только вот... Дал бы он мне что-то за это. Только вообще замечательно. На улице метели. Я предлагаю все-таки подождать, либо поспать лучше, чтобы снизить усталость. Прости, что вот так включаюсь. На три часа. Ой, блядь, да что ж я... Видишь, как она? Несколько дней не играла, уже все забыла. Сейчас мы с тобой отправимся. Я знаю, куда идти. Я точно знаю, куда идти. Не волнуйся. Итак. Блядь, только ночь наступила. Ну чё, мы пойдём ночью? Пошли ночью. Хотят на улице, наверное, так темно. Не знаю, где выход. Выход. Посмотрим. Не, на улице, в принципе, светло. Кстати говоря. Такой свет прям. Шелуна. А у меня фонарик, интересно, как светит. А-а. Фонарик не светит. Ну хорошо, давай вооружимся. Не-не-не-не-не-не-не. Это ты мне не вздумай. Вот так вооружимся. Оно перезаряжено. И смело тогда отправляемся покорять великие дали. Что такое? Казалось, там кто-то лежит. Кстати, тут вороны часто над оленями витают. Олени дохлые. До хрена. Я могла бы реально срезать уже давно шкуру и отдать джереми. Мне шкура ни к чему сейчас. Я не буду ничего шить, правда. Но пока я не вижу в этом смысла никакого. Смотря какая следующая еще локация будет. Но я не знаю реально, что будет. Главное, уходя, не забыть трос альпинистский. Это единственное, что в голове моей должно остаться, кстати говоря. И хавчика набрать. Вот без этого тоже никуда. Надо бы, кстати, поубивать волков. И, точнее, олени даже освежевать. И убитых уже волками. Жрать сейчас эту еду, по крайней мере. Это мясо. Чтобы вот такие сухпайки, как батончики, грубо говоря, да? Или что-то еще подобное. Оно осталось. Я, кстати, до хрена где-то крекеров сбросила. У тебя до хрена еды где-то сбросила, но я не помню где. Вот правда. А ты, небось, сейчас смотрел все серии и говорил, блин, нахера настолько жрачки набрала. Тут же, короче, жрачки везде до хрена. Не сдохнешь. А нет, вон, видишь как. Сдохнуть можно. Только в путь все. Вот. Мы уже подобрались к тому моменту, когда у нас еда заканчивается. И что делать, как бы. Непонятно. Сейчас мы рыбу-то ему отдадим. Я предлагаю наловить больше, чем 5 кг. Вообще, по весу мне не покажут, сколько у меня чего. Я 5 кг не унесу. Но мы дойдем тут идти-то. Но я больше, чем 5 кг, конечно, ловлю. Потому что себе тоже нужно. И за счет этого... Куда я иду? Кстати, не знаю, куда я иду? Да нет, я должна правильно идти. И за счет этого... Я хоть поживу несколько денечков. Вообще, у меня все тут усторно, честно говоря. Тише, еб твою мать. Ты меня так не пугай больше. Какая луна красивая. Нарисована так. Безумно. Все-таки симпатично, да? Светло, все-все освещается. Не то, что, кстати, вот... Не, не, я вот такую луну, кстати, видела только, наверное, на... Знаешь, где? Где этот... Волчья гора. Вот ночью... Я видела... Вот только там ночью я видела такую луну. В принципе, зонг дарк. Я по ночам-то и не ходила нигде. Но было достаточно темно. Может быть, они уже потом что-то доработали и решили. Добавить. Кто знает. И чего? Здравствуйте. Нам можно поручу пройтись. Мы же можем с тобой карту посмотреть? Я что-то уже заплутала. Да. Вот нам поручу... Нам куда-то туда идти. Шагать по прямой. Короче. В принципе, ничего сложного. Давай приближимся. Где-то волки бродят. Надо их обходить. То, что у загадочного озера столько волков, мне только сигнальная ракета поможет. Поэтому нужно помнить, что как минимум две нужно оставить. Потому что одна мне спугнет волков, когда я пойду непосредственно туда ловить рыбу. Хотя я могу, в принципе, и пробраться через свои ходы потайные, которые я в прошлый раз... Через которые я в прошлый раз ходила. А вторая ракета мне проложит путь обратно. Вот. Потому что это очень-очень важно. Что-то меня там не сажали. Там три волка минимум. И справиться с ними нереально просто фаером. Они... Хоть один пугает. Ну, знаешь, как мне фаер, кажется, работает вообще абсолютно рандомно. Вот. Возможно, кстати... Есть теория моя одна. То, что нужно кидать прям в рожу волкам. Тогда они убегают. А вот уже вторая теория, которую я вот осмысливаю, какую серию, что по мне так вот фаеры срабатывают, в принципе, получается, через, грубо говоря, раз. То есть... Спасибо, что вот за очи поляна мне... Да. Что они срабатывают через раз, потому что у них забито это делать. Почему я не могу его руками свежими поймать, если он у меня под ногами? Свежими руками. Почему я его нереально не могу руками взять, если он у меня под ногами вертится? И сломать ему шею. Ну, как это обычно делается. Это кто знает? Никто не знает. Почему? Мне показалось. А, это аллей. Я думаю, это волчара. Гнойный. И чё? И всё, вот мы с тобой идём. Музыка такая классная. Надо бы с тобой куда-то выйти. Почему не отмечается, где я? Так, конечно, будет легче, я понимаю, но... Что здесь? Я чё-то переборщила, да? Ушла слишком далеко. А я сейчас у вагончиков выйду. Это где? Ладно, блядь. Ла-ля-ля-ля-ля. Главное, из виду не терять. Не вижу, вот это где он. Ну ладно. Это волк? Да ёпта. Блядь, а почему? Я же стреляла. А, надо прицелиться. Это ебой. Сука ебаная. Простите. Потеря крови. Растяжение лодыжки. Эх. Я справлюсь. А у меня заражение же не было. Какого хрена? Какого-то него хрена. Так, чё там у нас? Так, повязка мох. Не, вот это. Они одинаково весят. Ладно, давай мох применить. Вот, давай. Не ори. А почему? Чё не так? Потеря крови, правильно? Что у меня не так? На потере крови. А, просто повязка. Хоть с тобой. Почему мне всё виснет? Заткнись. Я всё уже сделала. Антибиотики. Это обезболивающее. Мне нужны антибиотики. А я вот так сделаю. Надеюсь, это поможет. Это помогло? Это средство не помогло. Но спасибо. А его не надо было пить. Потому что мне нужен мох. Мох против риска заражения. Ёб твою мать. Я уже всё. Ну, блин, я никак не запомню. Твою мать. Ладно. Итого. У нас вывих лодыжки. Нам нужна таблетка. Чтоб ты понимал. Блядь. Потратила, сука. Чарейша. Ну, ладно. Попили хоть. Итого. Кто мне всё написывает? Не написывайте мне. Я снимаю. Я снимаю. Там в ту сторону куда-то. Так. Никак не угомоняться. Так вот. О чём ты? А я о том, что нам пиздец. Можно же убрать, пожалуйста? Спасибо. Я забыла прицелиться. К сожалению. Ну, ладно. Это не так страшно. Давай. Короче. Продвигаемся к железной дороге. Я вышла слишком поздно. Нам на самом деле он ближе. Я думаю... Я всё время думаю... Я правда тебе говорю. Я всё время думаю, что вот этот домик, он дальше находится. Дальше вагончиков. Вот вообще, в принципе, чуть ближе к ГЭСу. У меня почему-то вот как-то вот по карте получается вот так. В голове. Моей собственной. Моя выстроенная в голове карта. Она показывает мне то, что... Дашка. Не. Не вариант. Давайте уже пойдём по тропинке. Выйдем на железную дорогу. Вернёмся обратно, так сказать. Чтоб всё весело, задорно было. Ты знаешь, что в тех домах, которые, если оно там есть... А где-то дома эти должны быть здесь рядом. Да, вон там. Там ничего у нас нет. Давай пробежимся. Старикан. Потому что идти нам, так сказать, долго. Надо сначала на карту смотреть. А не на собственную карту полагаться. Я всё время боюсь запутаться. Я всё время боюсь, выходя из домика Зверолова. Хотя это, наверное, вот то место, которое я не должна бояться, как бы, ходить. Я боюсь выйти на железную... Не боюсь не выйти на железную дорогу. Я прекрасно понимаю о том, что если вот мы идём по железной дороге в сторону Зверолова, домика, да, то нам нужно почти дойти до конца, до скалы, и двигаться, скажем так, направо. И мы в любом случае с тобой придём к этому домику. Ну вот хоть убей, мы придём. Обратно эта хрень не работает у меня, чтобы ты понимал. Я не знаю, почему-то, когда я иду обратно, я пытаюсь ориентироваться, что у меня будет сбоку, справа вот эта скала, скажем так. Но она почему-то там не появляется. Не знаю почему. Вот. И поэтому меня это сильно путает. И я вот пытаюсь пробраться по диагонали ещё чуть дальше. Думаю, что я сейчас наткнусь на какую-нибудь скалу вот эту, что она вот тут рядом будет. Но ни хрена. Так, вот первый вагончик, значит, нам точно обратно. Вагончик первый есть, а где-то, значит, здесь волки. Это мы все помним, да? То, что у нас вокруг, во-первых, вагончиков, которые сошли с рельс. Там всё время обитает один волк. Ну, хоть бей, он там будет. Вот. И помимо ещё этого, где-то должен быть труп вообще оленя. И у этого олень не поджирает волк. Я надеялась, что все волки давно уже спят. Но, оказывается, нет. К сожалению. Надеюсь, хотя бы, помимо вот этих волков, не будет никаких волков у домика нашего, куда мы сейчас с тобой идём. Потому что будет хреново тратить сигнальную ракету. Блин, вообще обидно получается. Патронов здесь очень мало. Это понятно. И они явно и даны на медведя. Что на волков, как от них защищаться, непонятно. Сигнальные ракеты я тоже достаточно... Ну, я нечасто их нахожу. Вот. То, что нам удалось скопить, это потому что я их не использовала тупо, да? И с учётом того, сколько... Мне кажется, там человек стоит. С учётом того, сколько нам дают всего патронов и... Господи, ёб твою мать. Чё ты меня так пугаешь? Я и так думаю, что там человек реально стоит. Мне кажется. Что-то такое. Просто дерево так встало. Ой, фу. Мне прям казалось, что реально очередание такого, знаешь, слендера конкретно. Стрёмно так? Вообще обосраться. Огонь. Ладно. Пошли быстрее. Волка. Волка, по-моему, нету на горизонте. Поэтому попытаемся зайти в домик побыстрее, там переночевать, уже нормально пойти на рыбалку, чтобы не разжигать рядом костёр, потому что... Ну, вот в этой печушке. Потому что это... Если мы настаёмся рыбачить, мы замёрзнем. Это 100%. Ну, ты сам понимаешь, мы на открытом воздухе находимся. Неважно, защищены мы от ветра или нет. Нам холодно, температура низкая. Очень. Не покажет температуру, да? Вот. Сколько температура? Вот ради интереса. Пощенье минус 12, а мы уже замёрзли. То есть, нам... Вот... Блин, собак лайт. Вот нам прямым. Прямым минус 12. Прям на нас. Какое, знаешь, небо классное, как сказать-то, картинкой. Картинкой вставлено. Но это, кстати, не мешает ощущать себя действительно в этом мире никак. То есть, никак не мешает довольствоваться этой атмосферой. Слушай, а волков нет. Может быть, как раз потому, что ночь глубокая, они все спят. Вдруг. Вдруг именно по этой причине. И, наверное, ночью сама она не охотится, а рыбачить пойти. Но я боюсь рыбы все спит тоже. Ладно. Я думаю, разработчики-то как-то продумали. Журнал обновлён. А чем там обновили? А, вот мне добавили то, что я, собственно, классный парень. Это фонарь. Это фаер. Это лампа. Итак. Вопрос на миллион. Похалотище. А, нам нужно, в первую очередь, во-первых, мне точильный нужен, во-вторых, вот так, раз, только мне нужен крючок. О, я его могу сделать. Прекрасно. А, нет, блин, ай, вот. А на лампу, наверное, потратится. Сколько он у меня делается? Так, ладно. Все. Нам, в принципе, не обязательно нах... А, я, наверное, нашла бы... Да что ж это такое? Обзвонились все. Так. Мне нужен хавчик. Полен. Полен мне нужен. Мне нужен хавчик. Ну, я, блядь, тут всё обыскала, поэтому хавчик мы вряд ли найдём. Пошли. Пошли спать. Хотя, блядь, зачем наверх? Хотя мы могли внизу поселиться. А тут, по-моему, этот... Подожди. Что такое? Таблетки для очистки. Подожди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Антибиотики, блядь. Выбросила я. Понял, да? Термобельё, блядь. Металлолом. Что это за хуйня? Что это за странная банка? Ладно. Не важно. Ну что, ложимся. Давай ляжем. Поспать. Итак. Бегли поспать. Хер там был. Нам нужно похавать. Чё там по-по-по-по-весисти? Во. Я похаваю. Я, конечно, с моими навыками выживания... Просто. Нам нужно очень много рыбы наловить. Правда. И полен с собой взять. Обязательно. Сон. Здоровый. Крепкий. Сон на 4 часа. Мы голодные. Все голодные. Итак. Утро есть. Охуенно. Ну, нам похер, в принципе, на погоду. Нам до домика дойти и всё. Волки, я надеюсь, не ошиваются здесь. И полено обязательно взять. Иначе мы с тобой... Усё, шеф. Замернем насмерть. Ага. Давай-ка я наберу книг. Кстати говоря, себе ещё. Тут же была, да, книжка? Ага. Будем книги тоже сжечь. Полунься сжечь. Ой-ой-ой-ой. Не, мы не тратим время на это. И силы. Так. Вот ещё книга. Заткнись. Мы ещё полен с тобой не взяли. Во. Супер. Что это такое? Шапка? Нет, это не шапка. Пожрать? Нет, не пожрать. Что это? Ничего. Пошли. Ёп твою мать. Вообще, я наделась за всё это время, что мы... Не оказался ли это волк? Я наделась, что за всё это время мы с тобой... Ну как за всё это время? За эту серию мы с тобой вообще успеем и поохотиться, и порыбачить. Можно, пожалуйста, сразу поменять? Спасибо. Интересно, я дойду до домика? Не пройду его? Вот так вот. А, можно двигаться? Ага. У берега пока ещё видно. Убега. Очертания. Ага. Так, второй берег. Ну понятно. Нам ещё до домика далеко. Вот. Первый домик. Погода нормальная. Не сым. Всё, пришли. Печку разжигаем? Разжигаем. Горючее используем? Конечно, используем. Так. 19 минут хватает книги. Я предлагаю... Так. Отлично. Значит, температура на 3 часа есть. Банка кофе готовим. И ещё одну. Ой-ой-ой, отмена. Банка кофе, пожалуйста. И всё. И зашибись в нашей жизни. Всё сложилось. Я не подготовила кубичок. Блядь. Леска. Пусто. Пусто. Ну, сейчас вручную его сделаем. 10 минут он делается, поэтому... Вообще, блядь. Супер. Мы можем угля уже допросить туда? Да. Всё. Температура становится лучше. Поэтому... Что будет быстрее? Квоздодёр или топор? Ну, давай топором. И будем худить, так сказать. Худить. Так. Один час рыбалки. Похавать нужно будет потом. Ага. Давай похаваем. Вот так. Холодно. Холодно. До похера. Так. Встало, снизилось. Отлично. Рыбачим. Оп. Заебись. Мы можем вот это убрать, кстати. А, подожди. Мне нужно костер посмотреть сколько. Два часа ещё будет гореть. Нормально. Самое то. Оп. Два кг. Тяжёлый? Тяжёлый. Подожди. А, чего у меня там по рыбе? Мне нужно... Сколько у меня есть-то? А, пять кг. А, у меня с тобой килограмм сколько? Один. Два. Нет, четыре. А нам нужно... Нам до хера нужно. О, ещё один. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нахера я это сделала? Сорок минут. Можно мне рыбу пожать, пожалуйста? Я очень хочу есть. Сырой. Вот. Этому мы наловим. Мне рыбу хочется. Пожать. Всё. Можно вот это вот есть? Супер. А, не. Всё нормально. Итак. Это три кг. И плюс... Нужен ещё, короче. Нужен ещё один. Такой хороший. И ещё один. Вообще желательно два ещё. И мы идём обратно. Отлично. А можно ещё одну? Пожалуйста. Что такое? Темнеет? Ну, всё, в принципе. Сколько там за солнце? О, мне хватит. Отмена. Уходим. Блядь, вот они, суки. Вот они гнойные. Ёп твою мать. Пошёл нахуй. Пёс. Все завыли. Смотри. Все понеслись. Хорош. Пишём обратно. Ёп твою мать. Я тебя не перезарядила. Сука. Вот это да. Огонь нахуй. Так. Быстрей, блядь. Так. Отлично. А по аптечке? Потеря крови мы остановим повязкой. Правильно? Вот суки сбежались. Пошёл нахуй. Чё-то, блядь, до хуя трачу. Бежим, бежим, бежим. Попить некогда. Попить, блядь, некогда. Ничего, блядь. По-моему, не сдохнуть. А, блядь, перезарядиться. Да. Надо не забывать. Почему-то я, блядь, в них не попадаю. Странно. Я бы сейчас себе мясо добыла. Как обидно? Сука, блядь, ходит, а? Поганая. Чё-то там пишут. Ща мы ответим. Блядь, чёрт ебаный. Ну что ты, блядь, бегаешь? Мразь. Вспугался? Сука, чё-то он бы и встал. Скорей, скорее, скорее. Быстрее. Хорошо. Теперь мы пьём. Спокойно пьём. Спокойнейшим образом. Блядь, воды нихуя нет. И воду нужно будет нам с тобой найти. Так. Чё у нас по КГшкам получается? Вот они, 5 КГ, в принципе, у нас-то есть. Надо сейчас сделать всё так грамотно. Вот, заметь, так грамотно. Чтобы ему отдать, чтобы ему отдать 5 КГ. То есть у нас одна рыба получается... У нас 0,1 грамма рыбки не хватает для того, чтобы мы вот эти вот две отдали ему. Соответственно, мы сейчас с тобой сложим. Красиво сложим. Вот я вот чисто даже калькулятор возьму, чтобы, блядь, себе пожрать-то нормально сделать. Сейчас. Сейчас. Так. Итак, смотри. Блядь, можно мне нормально, пожалуйста, провод потянуть? Спасибо. Итак, смотри. 1 КГ 91 плюс 1 КГ 84. Это 3,75. 3,75. То есть, по сути, мы ещё вот это вот можем отдать маленькую. Так. Килограмм 55 плюс... Килограмм 84. 3,39. Получается меньше, если я даю вот эту, вот эту и вот эту. Понял, да? Вот эту, вот эту и вот эту. Не, вот эту, вот эту и вот эту. А вот эти две я могу себе пожрать. Всё понятно, да? Понятно моя рокировочка. Главное не забыть, что я... Почему мне можно пожрать? Давай, блядь. Отлично. Итак. Открыли и пошли. Там топорик есть. Чтоб ты понимал. Блядь, горючее не добавилось. Зачем я так делаю? Так, запомнили. Значит, две нижних и одна 84. Значит, 2 КГ 0,5. Килограмм 84 и полтора КГ. Это то, что мы ему должны отдать. Не граммом больше, блядь. Так скажем. Чтобы, блядь, неповадно было. Чтоб ты понимал. А то, блядь, жирно ему. Пипец. Две минуты. Можно мне поле добавить топлива? Спасибо. Два часа будет гореть. Я успею себе рыбу пожрать. И вот как я, блядь, узнаю, какая рыба какая. Так, 2,94. Это мне. Это молотый окунь сырой. Это сколько он? 91%. Молотый окунь сырой. 91%. Это он. Это мы хаваем себе. Дальше. Дальше. Вот это я отдаю. Вот 90% СИГ. СИГ 90%. СИГ. Вот он. Это нам. Это нам, остальное мы ему отдаем. Чтоб ты все понимал. И я сейчас кипячу воду. Так. Так. Что у меня там? Еще часик. Я могу скипять с тебя. Заебись. И так. Можно еще литр и пануть. Ну так, чтобы нормально все было. И вскипятить его. У меня тоже время есть. А быстрее кипятиться это может? Хотя 4 градусов температура, думаю, нет. Так. Поехали. Хаваем. Хаваем все, что есть. Так. Пьем. И ложимся спать. Все. В принципе, у нас нормально. Мы можем здесь разложиться с тобой. Зачем я это делаю? Видишь, как оно все. Так. Сон 8 часов. Я делаю все красиво. Тебе так не кажется? А мне кажется. Итак. Что мы скажем мне? Что мы хотим жрать? Да не, нормально. Ой, блядь. Рискозаражение. Простите, простите. Вот так вот они специально сделали. А мне ни хуя ничего нет. Подожди, что еще там? Угу. У меня ничего нет. Ни мха, блядь. Ни хуя мха. Ничегошеньки. Нихуюшеньки. У меня нет. Пошли до него рыбку доносить. Блядь. И где я возьму тебя? Пошли. А, блядь, попить мы забыли. Хотя бы попить. Вот так вот мы попьем с тобой. У меня еще Тимофеевка есть, блядь. Она на голодные самые времена. Их надо набрать как не в себя. Пойдем, короче, побыстрее. Все, мы идем. Что обозначает эта хуйня? Первое поладение дня, второе. Ну, типа, ну, короче, утро. День, вечер? Я не понимаю. Просто что обозначают вот эти вот три полоски, которые появляются вверху посредине экрана? Ну, как бы... Я не поняла. Если ты понимаешь, то... То прошу. Напиши мне об этом в комментариях, сука. Ты дебил, блядь. Ты можешь прицепиться? Ты, блядь, че не сдох? Должен быть умереть. Ой, перезарядиться бы. А то еще помру по пути. Простите, мне нужно ответить. Эп. Заебали уже все. Так, все, не пишите мне. Божим! Далеко мы не убежали, правда? У нас херен перерез. Я могу уже постепенно двигаться вот в ту степь. Аккуратненько. И все будет за... Ши... Бейс. Понимаешь меня? Я знаю, ты понимаешь меня. Так. Мы сейчас дядьке отдаем. У меня, блядь, че по времени? У меня по времени уже серия, блядь. Вовсю. Чтоб ты понимал. Вовсю. Мне даже вырезать в ней, по сути, нечего. Вот. Ну, серия. Значит, одна серия, одно задание. Так получается. Я просто не осилю идти на охоту еще. У меня, во-первых, нет времени на это. И нету... Такой, ну... Подготовки никакой. Ничего нет пока. Нет у нас сил. На то, чтобы сегодня осилить. Еще одно задание, к сожалению. К са-жалению. И то хорошо, что это задание, которое вот... Рыбалка, она получилась не на три часа. Я благодарна за это всем. Что у меня получилось? Не на три часа. Я что-нибудь подрежу, чтобы вам поменьше посмотреть. Вот эти свои пути окольные до домика. Обязательно подрежу. Вот это, наверное, вырежу. Потому что мы достаточно долго шли. Что касается всего остального, вырезать, по-моему, даже и нечего. Мы с тобой быстро... Хоп-хоп. Сюда пробежали. Сюда пробежали. Время особо не тратили. По-моему, мы с тобой сделали все красиво и по масте. Вот она скала, про которую я говорила. Которую я все время пытаюсь найти визуально, но не нахожу, когда обратно иду уже из домика зверолова. Вот. Так, что вот такие пироги? Слушай, чей там труп? Человеческий же, да? Сейчас он в лодыжку выехнет. Отвечаю. Да. Ничего мы хорошего там не найдем. В этом трупе. Ой, олень ибо труп. Мы бы ему шкур привезли. Принесли, привезли. А жаль, нету. Кстати, вот тут нет фонарей, которые бы спасали нас от волков, к сожалению, тоже. Все, мы уже у дома. На этой карте вообще нет фонарей. Фонарей знаешь, где есть? И где много волков. Это вот та локация. И я забываю постоянно. Шоссе какое-то. Прибрежное шоссе, по-моему, называется. А может быть и нет. В общем, где реально длинное шоссе, где стоят везде домики, где у нас дохрена лута, я помню. Ну, мне очень эта локация нравится. И я знаю, что там стоят как раз по дороге, получается, фонари. И, может быть, как раз нас подготавливают именно к этой части. Потому что там действительно очень много волков. Ты помнишь, что даже в Звонгдар, которое обычное выживание, да, не сюжетка, там было всегда очень много волков. Тем не менее, там много мест сразу, в которых можно спрятаться. Но волков там дохрена. А сейчас это становится еще более опасным. Поэтому там, наверное, лутаться самое оно это ночь. Потому что днем ты с ними тупо не справишься. А так, куда мне нужно положить? В домике. Ну, пошли. Контейнер. Где твой контейнер? Он снаружи, да, я понимаю контейнер-то? Ну, пошли снаружи. Положим. Че положим-то положим. Как говорится. Вот мои все снаряжения. Я это забираю от чертовой мазеры. Заткнись. Так. Все, мы ему все отдали, по-моему. Все, задание выполнил. Здорово, мужик. История. Теперь поговорим о выживании. Я хочу освоить охоту теперь. Задача простая. Найди цель, которая... Подойди как можно ближе, сделай выстрел и не промахнись. И все. В общем, да, несколько лет практики. И на без рук мы это все читали. А что отметила на карте? Ну, ладно, сейчас это... Так. Если ты попал в оленя, так, иди за ним. Это мы знаем. Готов? Да. Все, мы берем это задание. Отлично. Задание мы взяли. Что у нас в заданиях? 10 килограмм, блядь. Ладно. Итак. Мы вот здесь, на всякий случай. Мы бросаем все свои снаряжения. Я сказала, блядь, все свои снаряжения я брошу здесь. Полено вот это вот, блядь. Снаряжение моя, полено. Вот это дело. И все, о чем мы еще брали? И все, мы больше ничего не брали. Му-му-му. Так промычался и поднулся что-то. Не помню. Не знаю. Без понятия вообще. Можно вот эту, блядь, брошу? Мы, блядь, несколько крючков наделали. Нахуй с ним будет лежать. Они всего-то весь, ничего. Так. По еде, по воде, что у тебя там? Езжать и пить. Блядь, сражай, нахуй я ему мох отдала. Правильно так только делает Дашка. Пьем? Пьем. Я так понимаю, не одного оленя нам придется убить. Вот. И чтобы закрепить результат, так сказать, ляжем. Поспать. Зачем я это, блядь, делаю? Оп. Вот так вот. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем до следующего видео. В котором мы будем убивать оленей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok